14 часов в столице вы смотрите новости с вами единора саду добрый день остро нуждающиеся малоимущие казахстанцы и многодетные семьи должны получать социальную помощь уже со следующего месяца такое заявление сделал глава государства на совещании с участием премьер-министра страны его заместителя и руководителя администрации президента Нурсултан Азарбаев отметил оценка работы руководителей госорганов и акимов областей будет зависеть от уровня благосостояния и качества жизни граждан президент Особов подчеркнул важность принятия мер по повышению заработных плат в регионах осуществлению реформ в образовании здравоохранения а также увеличению темпов строительства жилья и внутрирайонных дорог остановился глава государства и на решении проблем в сфере ЖКХ экология а также отметил что особое внимание необходимо уделить реализации проектов Коттамикен и Аулы Елимпеска Казахстан планирует взять льготный кредит УКНР на модернизацию таможенных пунктов в приграничных зонах ЕАЭС в Можилисе сегодня одобрили законопроект о ратификации рамочного соглашения между странами об условиях заема рассказал депутатом первый заместитель премьер-министра министра финансов Алихан Смаилов по его словам общая сумма кредита составит 2 миллиарда юаней это почти 112 миллиардов тенге кредит будет выдан в казахстанской валюте но с привязкой к китайскому юаню под 2 процента годовых сроком на 20 лет первую пятилетку правительство Казахстана будет оплачивать проценты позже начнутся выплаты основной суммы долга отмечу 70 процентов от суммы заема выделят на покупку китайского оборудования для таможенных пунктов в результате реконструкции по словам Алихана Смаилова пропускная способность пунктов возрастет в 12 раз из 450 автомобилей до 5,5 тысяч в сутки это повлечет за собой расширение транзитного потенциала страны и увеличение поступления налогов в казну юань также имеет тенденцию к ослаблению то есть за последние три года если например казахстанский тенге ослаб на 10 процентов то китайский юань на 5 процентов это означает что нагрузка на бюджет будет заметно ниже чем если мы взяли бы кредит в долларах теперь почему мы берем кредит потому что если мы бы финансировали это с республиканского бюджета то такого рода проекты они окажут большое давление на бюджет поскольку требует значительных средств одномоментно выделить делегаты 18 съезда партии нуратан проводят встречи с трудовыми коллективами в регионах к примеру в казаларде участники съезда рассказали о реализации комплексной программы по модернизации страны и роли партии в решении важных задач озвученных главы государства о самых приоритетных узнавала моя коллега рэханта жупаева он словно дошара его малярном цехе уже 12 лет для многодетной мамы самое важное выступление президента страны это принятие социально ориентированного документа направленного на поддержку малообеспеченных и многодетных семей повышение детских пособий один из самых актуальных тем как мама четырех детей меня очень радует принятое на 18 съезде партии нуратан решение до сих пор выплаты были весьма незначительные средств едва хватало на покупку самых необходимых школьных принадлежностей о поддержке уязвимых слоев населения в частности реализации социальной политики в целом говорили сегодня делегаты съезда на встрече с работниками локомотива ремонтного депо речь шла и о конкретных мерах к примеру о поддержке молодых специалистов в нашем регионе в этом году ожидается сдача 30 квартирных домов пяти комнатных которые будут выделены для молодых специалистов и малоимущих работников железной дороги кроме того с увеличением пассажиропотока здесь планируют в летний период перевести пассажирский поиск козларда астана на ежедневное курсирование и на несколько вагонов увеличить его подвижной состав райхан тажибаева аль-хайдар таруханов козларда хабар 24 в казахстане вступил в силу запрет на вывоз из страны и макулатуры и необработанных шкур крупного рогатого скота приказом министра индустрии и инфраструктурного развития на два года ограничен экспорт регенерируемой бумаги картона шесть месяцев нельзя вывозить за рубеж необработанные шкуры крс как отнеслись к этим правилам отечественные предприниматели выясняла сель русалиева чита борисовых уже 10 лет в бумажном бизнесе сутки принимают свыше тонны макулатуры и и везут сюда со всей области картон сортирует и отправляют на переработку в россию только в самаре с таким торсием работают пять заводов она весь западный казахстан ни одного возить в алматы или кустана и невыгодно сейчас данный момент в россию вот в казань да отводим так как это был самый ближайший у нас казахстане два завода всего один в алматы и один в лесоковске представляете 300 километров и 3000 километров это большая разница предприниматели рассчитывают на то что пока будут реализованы планы по созданию перерабатывающих предприятий в регионе компании из других областей сами наладят закуп а по бизнесменам занятым в легкой промышленности запрет на вывоз шкур крупно рогатого скота наоборот на руку два года назад в уральске возродили кожевенное производство на этой фабрике шьют обувь можно выпускать до 800 пар ботинок смену но сырья не хватает хорошая кожа уходит на экспорт иностранные компании забирали все подряд за относительно высокую цену эту эту кожу и ну население само не старался уже там то есть при съеме при обработке шкур там были многочисленные порезы потому что принимали все как есть цена была завышенной для это было неудобно для предприятия наш этот приказ именно он стимулирует казахстанские предприятия на стимулирует на производство предприятие имеет возможность перерабатывать до 700 шкур крс и двух с половиной тысяч овчины в смену пока производство загружено на треть с введением ограничения на вывоз сырья фабрика планирует выйти на 80 процентов мощности а селеру сайева руслан газета канад махмутов уральск хабар 24 в этом году в израу засеет 8754 гектара полейта на 650 гектаров больше чем обычно по планам 2032 гектара отведут под картофель 2 с половиной тысячи под вочную продукцию и тысячу гектаров под бахчевые культуры всего в области 420 хозяйств все они готовы к наступающему сезону для них специально предусмотрено 300 тонн льготного дизельного топлива по 193 тенге за литр переходит и воды и на современные технологии капельного орошения это дает возможность получать хорошие урожаи и в регионе со сложными климатическими условиями тем более что 25 процентов всех затрат субсидирует государство в этом году мы планируем довести площади орошаемы по капельным технологиям до 2800 гектаров хозяйство области уже убедились насколько это эффективно заодно помогает сохранять плодородия земель экономно применять различные удобрения поэтому все больше сельхозформирование стремятся внедрить у себя методики капельного орошения с 2017 года отчитываются о своих доходах заполняя декларацию чиновники депутаты и судьи они указывают все свои активы к примеру акима келесского района туркистанской области агмента избаев о своем имуществе отчитывается в онлайн режиме на сайте электронного правительства новый закон призван сделать прозрачными доходы госслужащих считает глава района моя зарплата 312 тысяч а супруга получает 130 тысяч тенге до того как начал работать госслужащим я владел крестьянским хозяйством которое сейчас находится под управлением моего доверенного лица но данное хозяйство я все равно указываю в декларации казаларде пресечена деятельность двух подпольных цехов по изготовлению поддельных денежных банкнот задержанные четыре человека как сообщили в службе экономических расследований департамента государственных доходов по казалардинской области в первом случае преступную деятельность вели владелец одного из рекламных агентств гражданин казахстана и гражданин узбекистана работавший охранником они задержаны при реализации изготовленных в типографии поддельных банкнот номиналом в 5 тысяч тенге еще двое фальшивомонетчиков понесли наказание за изготовление хранения избыт поддельных банкнот номиналом в 10 тысяч тенге и 100 долларов сша при осмотре помещения где изготавливались фальшивые деньги обнаружены 143 десятитысячные купюры и 29 банкнот номиналом по 100 долларов в отношении преступников суд огласил свой приговор была установлена съемная квартира где выше указанными лицами были изготовлены данные фальшивые купюры краски которые использовались при изготовлении по результатам расследования данное уголовное дело было с утвержденным обвинительным актом был направлен суд города казаларда по результатам которого последние были осуждены с лишением свободы на пять лет продолжаем выпуск социальной ответственности бизнеса для октябрьских предпринимателей это прежде всего проявление знаков внимания и поддержки тем кто в этом нуждается только за прошлый год местные активисты оказали финансовую помощь малоимущим людям с ограниченными возможностями и многодетным семьям больше чем на три с половиной миллиона тенге но помогают не только деньгами но и делами в этом году к празднику наурыс решили сделать капитальный ремонт в квартире женщины с инвалидностью елена устимович расскажет подробнее строительная бригада выравнивает потолок и стены в комнатах уже проведен полный демонтаж покрытий совсем скоро в этой квартире заменят окна и двери одним словом запланирован капитальный ремонт на обновление жилища с имбат нагметовой предприниматели потратили больше миллиона тенге завершить ремонт пообещали к празднику наурыс мы жили живем в этой квартире уже восемь лет пошел девятый конечно нелегко инвалиду сделать на пособие по инвалидности ремонт и поэтому я обратилась за помощью спасибо большое крыло и позорвание дмитрий а там что за их помощь местные предприниматели на постоянной основе оказывают помощь тем кто действительно в ней нуждается привозят продукты оплачивают лечение помогают финансами нам общественным объединением ассоциациям предпринимателям тоже небезразлично судьба социальных слоем населения приняли решение оказать помощь переговорили с ней видели что в каком состоянии квартира находится тем более на протяжении восьми лет ремонта там не повалился ну и вот результат принято решение началась работа добрые люди всегда помогают и фонду поддержки парализованных граждан жители города которые могут они всегда поддерживают поддерживают тех кто нуждается в этом причем не всегда объявляя об этом у нас машины дарят у нас путевки на лечение дарят у нас могут просто занести деньги но при этом не называя себя у деловых женщин регионов приоритете поддержка малоимущих многодетных и лиц с особыми потребностями только в минувшем году они оказали нуждающимся финансовую помощь на три с половиной миллиона тенге общественные активисты оказывают консультативную и правовую помощь привлекают молодых людей к участию в грантовых и других проектах с целью их дальнейшего вовлечения в бизнес делай добро и оно обязательно вернется к тебе именно по такому принципу живет волонтер равиль насифулин уже два года он бесплатно чинит бывшие в употреблении компьютеры ноутбуки и раздает их малообеспеченным многодетным семьям и детям с онкологическими заболеваниями а технику равиль приносят люди которые уже наслышаны о его добрых делах равиль чинит очередной ноутбук который совсем скоро передаст семье в которой пятеро детей такая работа занимает у него от трех часов до двух дней в магазине где он покупает запчасти его очень хорошо знают и дают все в долг как только неравнодушные люди перечисляют ему на карту деньги он тут же его возвращает получается вот такой бумеранг добра дополнительно помощь бывает одежды тоже люди одежду привозят вот там ну кому-то продуктами если деньгами кто-то переводит именно на продукты вот продукты вот покупают именно для какой-то семьи определенной вот так же и одежду вот одежду я собираю но потом отвожу вот у меня помощница есть на грейси айман ее зовут я отвожу ее туда вот потом к ней люди приходят кто нуждается вот именно в одежде по специальности равиль айтишник долгое время обслуживал компании пойти аутсорсингу но волонтерское движение захватило его с головой не так давно его усилия оценили вручив специальный приз конкурса караван доброты за полтора года 135 семей получили от него компьютеры кстати дарит их равиль лично говорит иногда люди не верят что им отдают ноутбук бесплатно мне подарили ноутбук я уже знаю как на нем работать на нем есть не только компьютерные игры но и различные фильмы и даже алфавит спасибо большое дяде равилю равиль часто сотрудничает с волонтерами которые помогают находить малообеспеченные семьи кстати вот движение уже поддержали создали подобные проекты в астане казаларде кукшетау я увидела равили ну и написала ему примерно 50 60 компьютеров мы отвезли только по ильискому району списки я беру обычно в акимате ну и плюс школы общаясь соцпедагогами в планах уравили открыть частный фонд в котором будут заниматься и коммерческой деятельностью и тогда предприятие сможет содержать себя самостоятельно и больше помогать нуждающимся анастасия валикжанина эдуард кон алматы хабар 24 праздник амал который традиционно отмечают в монгоставской области 14 марта обретет международный статус в этом году его проведут с особым размахом будут привлечены более 350 артистов не только из монгостау но и соседних республик наблюдать за масштабным действием приглашены ученые с мировым именем народные гуляния стартуют в актау переместятся в село ахшукор и затем уже дойдут до горы от пар имитация великого кочевия предстанет перед зрителями во всей красе особенности праздника этого года держится пока в секрете но уже ясно это будет масштабное и зрелищное культурное событие напомним о малой встрече весны в настоящее время сохранилась только в западном казахстане это народный праздник и это мы думаем обязательном порядке должны увидеть наши иностранные гости увидеть что такое исконно казахские традиции исконно казахские одежды как вообще люди будут вести себя это же это это фактически просто музей под открытым небом для этнографов для историков для археологов я думаю особенно которые приезжают с запада то есть европы сейчас о том что происходит в мире на 31 процент увеличилось производство кокаина в колумбии об этом сообщают представители организации объединенных наций по их данным в прошлом году площадь плантации коки в стране возросла на 17 процентов и сейчас составляет 171 тысячу гектаров тем самым поставки наркотиков выросли в соединенные штаты и страны европы и африки отмечу колумбия главный производитель кокаина в мире наркотик здесь называют белым золотом он даже заменяет наличные деньги папа римский франциск решил рассекретить архивы ватикана проливающий свет на политику святого престола в годы второй мировой войны речь идет о роли пи 12 во времена нацистского террора и холокоста исследователи политики и многие организации добивались этого десятилетиями одни считают его защитником евреев и других жертв гитлеровцев и его союзников другие утверждают что пи 12 проявлял трусость и закрывал глаза на преступления тоталитарных режимов документы станут доступны 2 марта 2020 года как правило архивные материалы того или иного антифакта рассекречивается через 70 лет после его ухода франциск решил нарушить эту традицию с учетом общественной значимости проблем мы надеемся на полный доступ ко всем архивным материалам что обеспечит всеобъемлющее исследование темы холокоста ватикан международное научное сообщество на протяжении последних десятилетий пыталась лучше разобраться в этом неоднозначном предмете без основного массива документов составить полную картину не представлялось возможным в мексике обнаружена пещера в которой индейцы майя совершали ритуальные обряды в найденных сосудах сохранились остатки пищи обугленные кости ученые надеются что получат массу информации о священном для племени городе отмечу эту расщелину в горе на полуострове юкатан еще полвека назад находили местные фермеры но тут же как говорят специалисты закрыли вход в нее археологи считают находку главным открытием последних шестидесяти лет интересно увидеть эту труднодоступную пещеру нам пришлось ползти чтобы попасть в нее но древние майя совершали ритуалы в этих скрытых местах которые вероятно они считали утробой их богов именно поэтому забирались сюда что именно они делали сейчас мы можем сказать только что сжигали разные материалы в курильницах розовые фламинго прилетели в монгыставскую область сотни экзотических особей облюбовали озеро караколь недалеко от актау слову это место хорошая кормовая база для птиц полная рачками и рыбой болотистая местность с камышами служит хорошей защиты от браконьеров пернаты слетаются на караколь каждую весну монгыстав стал для них транзитной точкой они здесь не гнездятся то есть у них здесь такая вот кроковременная в течение трех-четырех недель стоянка отдыхают набираются сил и продолжается путешествие дальше и затем отправляют свое дальнее путешествие в более теплые страны летят они дальше в токменистан иран это пока все хорошего вам дня и до встречи субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...